Рассмотрим простейший колебательный контур, состоящий из пружинки и грузика, скользящего по гладкой поверхности с энергетической точки зрения. Если мы обозначим упругой из пружинки буквы K, а грузика массой M, то для потенциальной энергии деформации пружины мы можем записать Kx² пополам, где x это смещение грузика из положения равновесия. Кинетическая энергия будет связана с движением грузика Mv² пополам. Полная механическая энергия ввиду отсутствия сил трения будет сохраняться постоянной. В любой момент времени текущее значение потенциальной энергии плюс кинетическая энергия будет одинаково. Можно переписать это выражение, заменив V, общепринятое обозначением x с точкой, производной от координаты по времени. Получилось дифференциальное уравнение первого порядка, решением которого является записанное здесь выражение, знакомое нам из уравнения колебаний, которое мы получали из второго закона Ньютона. При этом полная механическая энергия может быть записана как сумма двух слагаемых потенциальной энергии, которая связана с косинусом квадрата, и кинетическая энергия, которая будет связана с синусом квадрата. Причем амплитуды, стоящие перед двумя тригонометрическими функциями синус квадрата и косинус квадрата, будут у нас совершенно одинаковые. Это позволяет ввести обобщенные координаты. Если с помощью координаты Q мы сумеем выразить потенциальную энергию системы, как альфа пополам Q в квадрате, а кинетическую энергию через производную по времени Q штрих, бета деленное на 2 умножить на Q с точкой в квадрате, то частота собственных колебаний будет определяться формулой корень из альфа разделить на бета.